Честно говоря, ты знаешь, Даша, я немного волнуюсь перед приходом нашего следующего гостя. Ты знаешь, я соглашусь, не часто в нашу студию приходят дальнобойщики. Я бы не переживал, если бы этого дальнобойщика звали каким-нибудь мужским именем. Но сегодня в нашей студии Вероника. Вероника Рыловцева, девушка-дальнобойщик и руководитель курсов для дальнобойщиков. Она обучает мужчин ездить на фуре. И сегодня для всех автолюбителей Вероника расскажет о том, как безопасно ездить по дорогам, когда за окном настоящая зима. Разрушаем стереотипы на Беларусь-4 и встречаем нашу гостью. Я очень рада вам представить нашу сегодняшнюю гостью. Это Вероника Рыловцева, девушка с весьма необычной профессией. У вас профессия дальнобойщик. Ну, да, дальнобойщик, но не только. Доброе утро. Много профессий. Доброе утро. Доброе утро. Начнем мы с того, что это весьма нетривиальный выбор для девушки. Ну, мне так кажется. Я не знаю больше, наверное, дальнобойщиков. Всем так кажется. Да, всем так кажется. Как вы решили и когда вы решили, что вы хотите связать свою жизнь именно с этой профессией? Ну, наверное, решила еще в подростковом возрасте. У меня мама, она такая, всегда была бизнес-вумен. Ей всегда хотелось чего-то делать, чего-то начинать. То у нее был один бизнес, потом папа открыла за перевозки. И, конечно же, я сразу захотела, зачем ей просто дома сидеть? Надо поездить. Ну, начала ездить сначала на бусах, потом на грузовиках, потом на фуре. Я всегда на это смотрела. Мне так интересно было, как она вообще справляется. Вы сдавали на категорию или вам просто папа давал порулить где-нибудь на трассе? Нет, мне папа вообще не давал порулить. Он никогда не разрешал. Он говорил так, девочка должна отучиться, работать на хорошей работе или заниматься бизнесом, но совершенно не водить большие машины. А когда он узнал, что вы будете на равных с коллегами ездить на фуре по разным странам, какая была у вас первая реакция? Ну, наверное, когда я пошла уже учиться на эту категорию, потому что он мне не разрешал идти вообще обучаться на категорию. Говорю, что это не женская профессия, зачем тебе это надо? Все, я пошла учиться уже где-то там на середине учебы. Ему сказала, что я пошла учиться. Было сложно? Нет, было очень классно, весело, интересно. Классные преподаватели, все. То есть у меня только хорошее впечатление об автошколе. Сколько лет ты уже ездишь? Ну, как сказать, то, что езжу постоянно, нету такого. Получается, у родителей свой бизнес. Мы, ну, получается, я занимаюсь организацией грузоперевозок, езжу периодически. Иногда показываете работнику, как это нужно делать. Ну да, иногда стажирую я работника, иногда он меня. И мужчин тоже обучаете? Конечно, да. А как они на это смотрят? Какая у них первая реакция? Ну, которая помладше, ну, то есть мы где-то на волосы, значит, старше, как бы, ну, с ними находим вообще язык быстро. Кто постарше, ну, конечно, для них не очень приятно, что какая-то там молоденькая девочка их пытается чему-то обучить. Но вообще никогда проблем особых не было. Какая география в ваших поездах была? Вот первая поездка такая дальняя была? Ну, Польша, ну, Польша, Польша под границу немецкую, то есть потом Литва, потом Чехия, что еще было. Ну, вот, к сожалению, в Россию я так ни разу не попала. Ну, может, она их лучшую. Ну, да, может быть. А расскажите о первой поездке, вот когда, как это произошло, и когда вот все, села, поехала? Ну, первая поездка была на бусе еще, вот. Ну, у родителей стоял бус, он был без работы. Водителя было... Так оно обычно и бывает. Водителя было невыгодно нанимать. Я студентка, денег особо нету, ну, что мне делать? Ну, села и поехала. Плюс мне это очень интересно. Нашла сама себе загрузку по интернету, договорилась, заключила договора и поехала. Ну, это же очень тяжело. Я не представляю, вот, допустим, это даже ночь провести в машине. Как раз так кажется, тебе кажется, это очень легко. Да нет. Можно регистрируется на нашем сайте и сделайте свою первую поездку. Я вам скажу так, что ездить, рулить просто, это не тяжело, это самая легкая профессия дальнобойщика. Самое тяжелое, это когда плохая погода, гололед, там, снег, ну, ехать, расцепляться, зацепляться, открывать, закрывать машину. Если вдруг что-то поломается, тоже как бы нужно иметь какие-то хотя бы понятия, где что можно снять и где что сделать. Это правда, да. Но вот сейчас мы к погодным условиям вернемся чуть подробнее. Расскажите, мне вот, я сейчас подумал, что, ведь правда, вы проходите на таможенный осмотр, обычно таможенники, там, останавливают машину, там, пограничники, да, и выходит из машины такой мужичок, который, да, сейчас все покажу и так далее. Тут и выходите вы, и своим тоненьким голоском говорите на польском, на чистом польском, что будем делать и так далее. Как они реагируют вообще, как, когда вы, вот, своими руками открываете этот, как называется у машины? Ну, там, двери, да, не знаю, сначала, конечно, все были в шоке, а потом уже как-то все привыкли. Я, как-то, в основном через Гродненские границы езжу, уже приезжаешь, уже все знают. Моргаете глазками и проезжаете. Пробуйте все, что хотите. Хотелось бы, чтобы было так, но для того, чтобы все равны. Так что тут моргает. То есть нет такого, да? Нету, конечно, все обязательно. Если надо открыть, откроешь, если надо проехать на Гринген, поедешь. Если какие-то проблемы с документами, то будешь их решать. То есть тут что девушка, что мужчина, нет никакой разницы. Это здорово, я считаю, что это правильно. Конечно. Потому что мы позвали вас для того, чтобы бороться со стереотипами. Ну да, да. Потому что это большой-большой стереотип, мужская, женская профессия, вот вы просто его разрушаете. Ну, у меня, наверное, больше разрушают, у меня мама и тетя мои. У меня мама ездит на фуре, тетя ездит на фуре, папина сестра. Притом они намного ниже и еще и меньше меня, более хрупкие. Так что... Это выглядит еще более необычно. Да, это еще более необычно. А вы узнавали, вы одна такая семья в Беларуси или еще есть какие-то такие женщины на фуре? Есть, я знаю точно женщины. Четыридичные какие-то случаи. Ну, мало-мало, да. В основном, как бы, на полуприцепах, на рефах ездят. Но на таких 120-ках, как у нас, грузовик с прицепом, на таких я не видела женщин. И вы по несколько дней проводите в дороге и ночуете, спите вот в этой фуре? Я не представляю. Я один день, одну ночь, вот если я еду в тур поездку и ночую в автобусе, я плачу к утру. Ну, автобус, ритура, это разные вещи. В автобусе переночевать все болит, кажется, боже мой, что ты вообще... Это правда, да, это правда. А в фуре, ну, не знаю, иногда лучше высыпаешь, чем дома. Там тепло работает, ну, как бы, вебаста, все. Можно себе сделать уютненько, красивенько там, подушечек наложить, все. Можно поделить прицеп наполовину, сделать такую литую, розовую комнату женскую. А второй там уже, там уже, правда, перевозить косметику. Зашел, припудрился. Я хотел поговорить подробнее про именно навыки вождения в зимний период, потому что это тоже была одна из причин, по которому вас позвали, да? Сейчас по городу просто ездят люди, ну, крайне осторожно. По крайней мере, я знаю, что в первый день гололеда у ГАИ было работы выше крыши, они постоянно выезжали, как мне рассказывали, на какие-то мелкие ДТП, аварии. И какие советы вы можете дать водителям, нашим телезрителям, по заступлению холодов и гололезец? Я, конечно, в основном-то по фурам, на легковой, ну, как мне есть легковая, ну, то есть я особо так, ну, это все как-то интенсивно. Для вас, наверное, легковая, как велосипед. Ну, мне как-то так, я после фуры, когда сужусь на легковую, то мне кажется, так низко, ничего не видно, а как-то так ездить. Ну, педагог называл машину тазиками, потому что он сам ездит на бусе. Ну, может быть. Но какие навыки? Для грузовых машин, для легковых, ну, там немножко все по-разному. Ну, основное это, да, заранее тормозить, никогда не впритык не ехать к машине, то есть выбирать правильный скоростной режим, не нестись, потому что постоянно в дороге, вот, именно когда человек начинает носиться, подрезать, там что-то, вилять по дороге, да, это первую, ну, первую вот очередь начинаются какие-то аварии, там мелкие ДТП, а может и крупные. Резина, конечно, к меру на легковых обязательно зимняя резина. Мне даже, ну, не нравится даже межсезонка обязательно, чтобы была зимняя резина. Хотя, как бы, ну, межсезонки ездят, ну, все сезонки, то есть. А на грузовых машинах, то там резины нету, как таковой зимней. Там есть одна резина, но надо ее подбирать хорошую, качественную. Все зависит от того, куда ездит машина. Зимой у водителей фур есть такая серьезная проблема, это вот отключается печка ночью. Когда вы спите и просыпаетесь, и что, вот вы просыпаетесь, а уже... Все холодно, да, все. Надо, поэтому всегда надо иметь хороший спальный мешок, дорогой, ни о нем не экономить. Если вдруг где-то что-то отключилось, все, спальный мешок. Заводите грузовую машину. Можно, она, конечно, греется, но слабо, это дизель. То есть пока не проедешься, пока наберет он обороты хорошие, не прогреется мотор, то печка не будет дуть горячим. Поэтому сосильный мороз-то мало помогает. Вот, поэтому если, ну, получается, ломается печка, то или помогает идти куда-то в гостиницу, пытается самому отремонтировать. Но, как правило, вебаста не так-то легко самому отремонтировать. А если еще и новая машина, то там уже надо подключать компьютер и все делать через компьютер. Вот. Ну, или пытаться согреться как-то самому. Мы желаем вам, чтобы в ваших поездках таких неприятностей было как можно меньше, чтобы количество их сводилось к нулю. Ну да, но это нереально, оно всегда, всегда, когда, ну, зимой обязательно что-то должно поломаться. Такое не бывает, просто чтобы вот машина... Едешь и ждешь, слушаешь машину. Ну нет, я как бы никогда, когда езжу, никогда не думаю о плохом. Я знаю, что оно может быть, да, настраиваю себя, что, ну, как бы, всякие ситуации. Ну, плюс работы тоже много. Да, ну, работы хватает. Но, получается, что каждый год приходится менять свои маршруты, менять свои перевозки, потому что тенденции на рынке меняются, и надо выдержать конкуренцию. Мы желаем вам выдержать всякую конкуренцию. Огромное спасибо, что вы к нам пришли сегодня утром. Да, уверена, что у вас все получится. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за то, что разрушает все стереотипы. Хорошего дня. Спасибо. А вам тоже.